Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армен Саркисян встретился с представителями армянской общины Беларуси. Умерла пережившая геноцид армянка Сервард Куртян. Россия заинтересована в развитии армяно-российских отношений. Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с 30-летием общественной организации материнства. Турция направила дружеское послание США, обстреляв позиции курдов в Манбиджи. Распространи искусство. Компания делает армянское искусство доступным для школьников из Армении и Арцаха. Права оппозиционеров жестоко нарушаются в тюрьмах. Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь президент Армении Армен Саркисян встретился 29 октября с представителями армянской общины Беларуси. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Президент Армении Армен Саркисян приветствовал участников встречи, среди которых были и представители научных и деловых кругов. Президент Армении Армен Саркисян отметил, что встречи с армянами диаспоры всегда приятны для него, поскольку создают ощущение пребывания в родной среде. По его словам, он хотел бы развернуть диалог, чтобы услышать от собеседников о волнующих их вопросах и ожиданиях от новых властей Армении. Армен Саркисян ответил на вопросы присутствующих, сообщил им о своих запланированных встречах. Представители армянской общины Беларуси сказали о важности подобных встреч с руководством Армении, поскольку это помогает им ощутить себя частичкой Армении, знать о событиях на родине из первых уст и по возможности быть вовлеченными в построение сильной и благосостоятельной Армении. Как сообщалось ранее возглавляемая президентом республики Арменом Саркисяном делегация, в составе которой секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян, другие официальные лица сегодня с рабочим визитом отправились в Республику Беларусь для участия в предстоящей в Минске встрече основной группы Мюнхенской конфедерации по безопасности. Торонто в возрасте 106 лет умерла серват Куртян, которая, как считается, была одной из последних канадских армян, переживших геноцид армян в Османской империи 1915 года. Об этом пишет Horizon Weekly. Сервард Куртян родилась за три года до принудительной депортации. Вместе с семьей она добиралась из Эрзрума до востока Турции, затем до Мусула. Их путь длился шесть месяцев. Отец Сервард был убит турками в 1915 году. Через некоторое время семья перебралась из Мусула в Алеппо. Там Сервард училась в школе, вскоре встав одной из лучших учениц. В 15 лет она познакомилась и вышла замуж за молодого осиротевшего армянина Хачика Куртяна. В 1974 году супруг скончался, и в 1991 году Сервард семьей перебрались в Канаду. Россия внимательно следит за развитием событий в Армении и заинтересована в развитии армяно-российских отношений, независимо от того, кто будет у власти. Как сообщает Армен Пресс, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я надеюсь, что у Армении и ее граждан такое же настроение. Мы знаем, что происходит во внутриполитической жизни Армении. И надеемся, что Армения будет стабильной страной, и наш союзник сможет преодолеть все внутренние проблемы, а экономика будет продолжать расти. Мы поддерживаем все намерения Армении по привлечению инвестиций. Россия, конечно, играет здесь определенную роль, поскольку в последние годы она была крупнейшим инвестором в Армении. Я также считаю, что ключевое значение – иметь диалог между гражданскими обществами двух стран, поскольку отношения между странами не могут быть ограничены межправительственным уровнем. Это было бы неправильно», – отметил Затулин. 30 октября президент Республики Арцах Бако Цаакян направил поздравительное послание в связи с 30-летием общественной организации материнства. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха. В послании говорится, «Дорогие друзья, рад приветствовать всех вас и от всего сердца поздравить с 30-летием общественной организации материнства. Это знаменательное событие в жизни нашей республики, так как, будучи частицей родного народа, организация все эти годы была рядом с соотечественниками, жила их болью и тревогами, с материнской заботливостью и теплотой помогала и оказывала поддержку многим людям. Организация является ровесником Арцахского национального освободительного движения, и многие ее члены стояли у истоков нашей общенародной борьбы, внесли свой достойный вклад в победу в этой борьбе, в дело становления и развития свободной и независимой республики Арцах. И сегодня вы также активно участвуете в общественно-политической жизни страны, во многом способствуя своей патриотической деятельности, укреплению и усилению нашей государственности. Выполняемая вами работа крайне важна и востребована для нашей Родины и нашего народа. Вновь поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов на пути осуществления вашей патриотической миссии. Советник президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана Ильнур Чевик прокомментировал обстрел курдских отрядов в Менбидже. По словам турецкого сайта Diken.com, Чевик сказал, что таким образом Турция отправила дружественное сообщение в США, который не выводит курдские группировки из города, но и продолжает поддерживать их. Это предупреждение, послание о дружбе в США, которое по-прежнему поддерживает курдов, чтобы те не покинули этот район. Курды осуществляют действия против территориальной целостности Сирии и Соединенные Штаты все это видят. Это не нравится России и Ирану. Турция направила такое послание в Африн и после сделала то, в чем она нуждалась. Теперь пришло время для Манбиджа и восточного берега Ефрата, сказал советник Эрдогана. США поддерживают курдские силы на берегу Ефрата, и это беспокоит Анкару. Та, в свою очередь, не прибегает к конкретным действиям. США не хочет усиления влияния Турции в этом регионе, поэтому всячески помогает курдам. 31 октября в ереванском офисе АГБУ Эйвафонд и Фонд преподавая Армении начнут образовательную и культурную кампанию «Распределительное искусство», направленную на содействие художественному образованию среди 11 тысяч школьников в Армении и уязвимых сообществах Арцаха – пропаганду армянского искусства. Презентация английской и западноармянской версий игры «Культура» будет проходить во время мероприятия. Игра будет раздаваться в армянских общинах и учебных заведениях по всему миру, а также среди международного сообщества. В образовательной кампании «Распространи искусство» дети откроют для себя необычный мир армянских художников, узнают армянское Нагорье, историю, природу, образ всего армянского глазами художников в атмосфере прямого и свободного выражения. С этой целью предусматривается пожертвовать более 500 книг по искусству в 85 школах Армении и 85 школах Арцаха, в которых учатся около 11 тысяч детей и более. «Союз по правам человека» публикует доклад о нарушениях прав человека в тюрьмах Турции. Члены «Союза по правам человека» Нурай Кеверман, Фатих Канат, Авни Калкован приняли участие в пресс-конференции. По словам Кевермана, с 15 мая 2018 года в тюрьмах Турции насчитывается 246 416 заключенных, 66 902 человека арестованных, 151 026 осужденных и в отношении 28 тысяч человек еще не приняли окончательного решения. В докладе отмечается, что права осужденных жестоко нарушаются. Более года люди не могут общаться по телефону со своими семьями, потому что телефонные звонки запрещены, радио запрещено в тюрьмах и заключенные не могут получить газету «Новая жизнь». Заключенным не предоставляются какие-либо лекарства, которые они должны получать. В докладе также указывается, что осужденные подвергаются физическому насилию. В женских колониях также нарушают права человека. Ни одна проблема не решается. «Союз по правам человека» призвал прекратить нарушение прав человека и уважать права заключенных. Сопредседатель «Союза прав человека» Фатих Канат отметил, что тюрьмы страны являются зеркалом этой страны. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию канун Айлен в исполнении «Карин». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!